есть 10 вот почему только то есть есть понятие действительно организационного капитала который хорошо бы считать но на сегодняшний день значит он учитывается при котировке компаний до учитывать с каким образом эксперт вот то что я вам говорил что все ведущие компании которые на бирже публикуют нефинансовую отчетность вот это вот самый нефинансовая отчетность дает вот такое какое-то непонятное комплексное представление в том числе и бор организационный капитал компании организационный капитал туда входит еще чего значит наличие таких систем как систем менеджмента качества экологического менеджмента безопасности труда и т.д. да это все как бы компоненты внятных методик подсчета на сегодняшний день мне неизвестно но есть определенные как бы документы которые находятся на стадии где субъектность управления при единой логике экономика социо-экология в концепции нет там не про субъектность вопрос про капитал организационный капитал элемент национального богатства значит он будет складываться на уровне государства из чего организационного капитала участников хозяйственной деятельности всех компаний регионального федерального да и вот все это в совокупности но вроде бы да потому что как это все считать это сейчас все обсуждается методика решения но все конечно это очень интересует потому что учитывать внятно надо что если не учитывать тогда вся эта схема рассыпается безусловно но мы должны с вами тоже понимать как при любой революции вот эту программу он это такая тихая социальная революция сверху не снизу а сверху да на основе договоренности между как бы главами государства позволяет национальным собственные модели данного обустройства я правильно понял да 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 то есть вот это такая инструментальная вещь то есть страна может свои подкладки вкладывать как нам на этом заработать как нам на этом заработать можно я хотел хотел сказать его как для любой революции значит есть масса людей которые ей отчаянно противодействуют это те которые ухудшают свое положение то что называется финн интерн да то есть представители вот этого международного финансового капитала для которых от смерти потом вот они большая часть их теряет свои позиции если вот это вот кухня заработает это те которые реализовывали вот эту предыдущие условно скажем да глобалистский проект они очень теряют свои позиции если сопротивляться будут отчаянно они уже сопротивляются и чем дальше тем больше да то есть мы должны тут четко с вами понимать часть транснациональных корпораций в ходе этого процесса выигрывает часть проигрывает поэтому вот точно все понесли все кто помнит 13 целей возражать против них не будет ну вот кто рискнет поднять руку и сказать я не согласен смотрите мы сейчас обсуждаем развития глобальной концепции я скажу следующее что в эту глобальную концепцию можно вложить российские глобальные инициативы а именно новые социальные модели многоэкономические модели пожалуйста да вы просто путаете не с размерные вещи я не буду я предлагаю говорить о нас мы говорим о нас я хочу говорить о этой концепции через нашу призму что мы предлагаем решать наши следующие проблемы что-то производить мои предложения чтобы вам мне получить право иметь мотивированный труд чтобы получить право работать и что-то с этого иметь сейчас вот о чем говорили в россии местные муниципальные органы и там дальше наших регионов они имеют право с прибыли получать только 15 процентов о каких проектах можно говорить 16 или 16 процентов ни о каких так что это пустая болтовня когда они будут иметь хотя бы там 40 50 процентов у тебя оставлять и развиваться тогда я согласен давайте на эту тему говорить пока у всех рабское состояние они ничего не могут у них прав нету они просто воруют лес и тупо продают в китай если сейчас их всех посадить в тюрьму значит там за уралом все будут сидеть в тюрьме они жить как-то должны они там еще вот так поэтому мы возвращаемся к нашей основной проблеме проблеме управления которая должным образом отсутствует давайте говорить о том почему у нас отсутствует управление я с удовольствием эту тему поговорил почему нет цель развития а вы могли бы то что коллеги а могли бы вот если вы высказали какому-то проблему управления хорошо какую конкретно модель ты предлагаешь не не в этом модель управления вот есть такая теория лафонтен знаете встречается леса и журавль да леса учит журавля есть с блюдца а журавль учит лесу жить из кувшина почему а потому что у них у каждого биологическое приспособление разное поэтому есть один очень уважаемый человек я сейчас достану его статью это один из создателей индустриальной Европы все наверное знают это Вильям Петти он положил начало развития индустриальной Европы про него никто ничего не говорит но наш учитель по экономике и по философии в институте у меня сказал давно как-то это просто я извиняюсь что она сказала что если хочешь начинать в чем-то разбираться в экономике и в политэкономии только с пяти начинать потому что все остальные там все Адамы Смит, Рикардо Кейнсы я вам скажу его философию построения экономической системы по которой начала развиваться в Европе 1640 и выше ну может в следующий раз дело в том что мы будем обсуждать экономические уплаты отдельным образом поскольку он является субъектом концепции устойчивого развития и все экономические модели подходы а вот в его концепции вот устойчивость системы как раз она и соответствует в чем заключается вообще устойчивость вот слушайте внимательно только четыре строчки хотя молодые и суетные люди и женятся быть может не за тем только чтобы прежде всего иметь детей а еще менее для того чтобы иметь таких детей которые могли бы быть пригодны для какого-нибудь особого призвания однако имея детей они как могут хорошо их устраивают в соответствии с наклонностями каждого из них в принципе это соотносится с концепцией ООН в каком смысле? что ответственность перед будущими поколениями это одна из вещей которая объединила человечество в новом качестве в новую качество субъектности с человечеством концепция ООН напомню объявила что впервые на весне что мы оказывается обязаны будущим поколениям в какую качество мы оставим землю в текущем состоянии поэтому это не другого образом соотносится но в какой-то степени но сути другого что каждый человек в соответствии со своими наклонностями может принести пользу в той степени в которую он способен ее принести и делать оптимальное устойчивое развитие только можно сообразно мнение всех людей вопрос в том как организоваться у нас проблема в самоорганизации коллеги кто еще имеет что добавить пожалуйста можно не добавить добавить да вот мне очень понравился ваш доклад да но среди у нас есть лес у нас есть газ там редкие металлы да у нас нет людей я имею мне 81 я работаю еще в вузе подслушал беседу двух профессоров значит вот пришла выпускница ей там что-то задачка на скорость звука скорость звука у нее больше скорости света да понимаете и это массово бывает бывает ну что другую прочитал вот заметку сейчас площадь квадрата преподаватель астраханского какого-то вуза площадь квадрата она не может найти 6 процентов от 100 не знает понимаете вот здесь люди пожилые сидят ну вот два да вы молодые да ну конечно есть мы где-то на олимпиаде побеждаем да есть но массы этой нет а здесь людей вы можете прекрасные проекты строить но кто будет строительного материала нет человека массе своей и без этого все а есть люди которые прекрасные проекты им очень нужны они приватизируют как было приватизировано христианство как было приватизировано коммунизм капитализм нет все будет приватизировано разработанный я хоть и физик но знакомился матери разработанный лауреат премии президента Пушкина Путина 2002 года нравственное воспитание издавал журнал по каждому уроку это люди другие были я был в этих школах это ребята которые поселок Космодемьяновский русского района 23 выпускника два поступили это 2006 год два поступили в колледжи московские 21 московский вуз где у нас сейчас в Москве такие школы много вот есть отдельные конечно но это исключение которое подтверждает правила а без этого все пустое спасибо большое вот с этого надо начинать здравственного воспитания не жулики вот эти которые массово последние дела вы знаете да массово нет вот сказку это аленький цветочек я честное купеческое дал вы сейчас слышали я честное президентское дал не будет пенсионной я так думаю что наверное скоро кант запретят коллеги подытоживая выступающего убирая оценочные суждения с вашего позволения я позволю себе зафиксировать что человек как субъектность тоже отсутствует концепция триединского устойчивого развития в одной из концепций школы устойчивого развития Дубны например природообщество человек человек является субъектом исследований то есть человек его бытие я извиняюсь его нравственное состояние отдельного человека как самоорганизация общества она отсутствует в конце редакции он поэтому эту штуку при всей ее ну утилитарности и сфере образовательной мы тоже попробуем рассмотреть и расписать и учитывать в новых концепциях научного консорциума субъекта субъекта